Рад приветствовать вас, друзья, на канале Кроссфайтер. Матерый российский тяжеловес Александр Волков на днях заявил о готовности спасти мир, чемпионский титул и репутацию UFC. Здоровяк полагает, что для этого ему придется поочередно побить временного и полноценного чемпиона в промоушенах британца Тома Аспинала и американца Джона Джонса. Аспинал, похоже, юмор Волкова не оценил. Вот он и напомнил россиянину о том, что они ранее уже встречались в клетке. Том засабмитил Александра в стартовом раунде. В интервью Аспинал заявляет. В прошлый раз все это для него не очень хорошо закончилось. Даже не знаю, я так скажу. Если реванш с Волковым состоится, то он состоится. Лично я открыт к любому поединку. Никогда в жизни не отказывался от боев. Да и Волков солидный такой мужик, солидный боец. Да и в прошлый раз я побил его в стартовом раунде. Думаю, смогу повторить и вновь, куда срочу его в первом раунде. Заявила Аспинал. Идем дальше. Экс-чемпион UFC тяжеловес из Камерона Фрэнсис Нгану. Возобновит карьеру в ММА 19 октября. Дебютирует в ПФЛ. Попытается отобрать пояс у бразильского чемпиона Ренана Феррейры. Об этом Нгану заявил в интервью Джо Рогану. Сразу предупреждаю, дата пока что не согласована. Но в ПФЛ над этим работают. Хотят провести бой в октябре. Они говорили о 19 октября. Думаю, что соперником будет Феррейра. Я, кстати, еще два года назад рассказывал о нем людям. Это очень талантливый боец. Быстрые руки, удары коленями. Думаю, подерусь с ним. ММА Файтинг сообщает, что другие источники также говорят о том, что бой Нгану против Феррейры состоится в октябре. Место проведения под вопросом. Но предположительно, это будет Саудовская Аравия. В январе 1922 года Нгану успешно защитил пояс UFC в противостоянии Серилом Нганом из Франции. А ровно через год ушел из промоушена свободным агентом. Летом Фрэнсис подписал контракт с ПФЛ, а затем провел два к ряду боя по правилам бокса. Едва не обсетнул чемпиона WBC Тайсона Фьюри. И уступил жестким нокаутом экс-чемпиону Энтони Джошуа. Нган утверждает, что с большей долей вероятности после боя с Феррейры проведет еще один бой в боксе. Но мы идем дальше. Боксирующий шоумен Американин Джейк Пол на выходных развалил звезду БКFC соотечественника Майка Перри. После чего внезапно бросил вызов чемпиону UFC в полутяжелом весе бразильцу Алексу Перейре. Почему именно Перейре? Пол дал ответ на этот вопрос. Да мне все равно с кем драться. Я просто обожаю бокс. Почему Алекс? Он на днях написал в соцсетях, что мечтает попробовать себя в боксе. Поэтому мы уже связались с ним и я открыто у него спросил. По контракту ты сможешь со мной отбоксировать? Если он сможет, тогда погнали. Но Пол все же не уверен в том, что Перейра и вправду сможет провести с ним бой по правилам бокса. Просто когда я спросил его об этом, он сразу же посмотрел на своего менеджера. Говорю вам, эти чуваки в UFC сами себе не хозяины. А я просто готов принять любой бой. Отпустит ли Дана Уайт Алекса? Думаю, это слишком большой риск для него. Представьте себе, какой это будет удар по UFC. Если я опозорю главную звезду промоушена. Но я хочу их всех. Хочу всех бойцов UFC. Я побил их всех. Кто следующий? Хочу Перейру, ведь он там сейчас король и главный кабан. Хочу обезглавить его. Хочу его свергнуть. Заявил Пол. Идем дальше. Чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон Омеле. В своем ютуб подкасте рассуждал на тему Астарина. По словам бойца, он получил документальное подтверждение от босса UFC по допинг-тестированию Джеффа Новицки. Якобы Астарин может передаваться спортсменам через пот. Омеле предполагает, что именно из-за этого у него и было несколько положительных тестов на Астарин. В 2018 и 2019 годах. Суперзвезда UFC ирландец Конор Макгрегор отреагировал на это ржущим смайликом, после чего Омеле не выдержал. Конора даже никогда не упоминают, когда речь идет о величайших во все времена. Он хорош в умении устроить шоу, но по навыкам ничего особенного. Что есть у Конора? Реально крутой удар левой, говеное кардио, слабенький БЖЖ, довольно-таки атлетичный, ментально слабый, наркозависимый, нуждается в лечении. Рекорд 1-4 в пяти последних боях. Несмотря на все это, я остаюсь его фаном. Надеюсь, мизинец уже зажил. Думаю, что Конор просто сучка. Ну а в заключении, американский претендент полусредневес Билал Мухаммад готовится к титульному поединку с действующим чемпионом промоушена британцем Леоном Эдвардсом. Схватка состоится 27 июля в Манчестере. Это будет главный бой турнира UFC 304. В интервью претендент рассказал о тренировках с легендой UFC Хабибом Нурмагомедовым. Тренировки с ним помогают не во всех аспектах. И физически, и ментально, и духовно. Это просто другой уровень. Тренироваться с Хабибом, получать от него советы – это дороже, чем провести 20, 30, 40 или даже 50 дней с любым другим тренером. Чувствовать его силу и напор, получать от него знания и советы. Он рассказал мне свое видение того, как нужно провести этот бой. Он разобрал Леона и объяснил, какой у меня должен быть план на поединок. Мухаммад называет знания Хабиба безграничными. Он очень доволен отношениями с Нурмагомедовым. Я могу в любой момент ему написать и о чем-то его спросить. И он обязательно ответит, считая его величайшим бойцом в истории ММА. Считая его своим братом. То, что такое вот человечище есть в моей жизни – это просто бесценно. У нас нет никаких секретных инъекций, ничего такого. Здесь только один принцип – тяжелая работа в зале. Пахать на пределе и чуть выше предела. А когда в зале есть Хабиб, то ты пашешь не просто выше предела. Ты пашешь в два раза больше. Ты пашешь на запредельном уровне. На другом уровне. Откровенно заявил Белал Мухаммад. Ну а на сегодня это все, друзья. Спасибо вам огромное за просмотр. И до встречи в следующем выпуске.